Иначе, мементу море. Моментально. В море. Ясно? Сегодня у нас в гостях очень хороший в прошлом гонболист и не менее хороший детский тренер в нынешнем Василий Островский. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий, я читала в интервью, что ты не был вундеркиндом, например, как Сергей Рутенко. Всего добивался своим трудом. Да, так и есть. И даже не таким талантливым, как нынешняя молодежь в СКА. Они, наверное, по перспективе, в разы, наверное, нас лучше. Вот именно по физическим качествам. Ну да, старался, очень любил гонбол. Очень хотел чего-то достичь. Но это меня толкало вперед. Ну, главный символ какой был? Я не знаю, выбиться в люди, денег заработать, что? Ну, не деньги точно. Вот хотелось стать членом национальной команды, поиграть за Беларусь, поиграть за СКА и чего-то достичь. А кто для тебя был тогда лидером, кумером? Лидером, кумером? Ну, во-первых, та звездная команда. Это Якимович, Тручкин, Свереденко, Кашакевич. Ну, ты к ним подходил, там, вот, Миша Якимович, какие у тебя там есть секреты, там, могут ли ты поделиться? А я же их не видел. Я же их не видел, я, ну, я их видел так, с площадки, ну, с трибуны. А так они, кто где играл, я их очень редко видел. Ну, и тем более, они для меня кумеры, я к ним стеснялся подойти. Сейчас вот к Михаилу Якимовичу подошел в метро, он там ехался, говорю, последний, вот к нему подошел, пообщались немножко. В метро? В метро, да, он с кем-то там ехал. Встреча двух прославленных гонболистов в метро. Тебе не кажется, какие-то странные вещи? Нет, я вел в Суворовец, а у него, видно, машина не в этом месте. Понятно. Ну, а вот скажи, когда вы стали вторыми, Сергея Ярутенко сразу пригласили в Словению. А вот почему ты никуда не уехал? Он уже до этого, по-моему, был в Словении. Когда мы стали вторыми, он, по-моему, уже в Словении к нам приехал, если мне не изменяет память. Но у тебя были предусмотрители? Но все равно он такой предусмотрительный оказался сам. Нет, я был, по большому счету, в этой сборной такой рабочей лошадкой, которая подносила снаряды Сергею и Андрею. У нас было четыре лидера, это Сергей, Андрей Курчев, Ваня Бровко и Леша Жук на воротах. Тогда хорошо стоял именно на этом чемпионате. Ну, а я по мере возможностей и забивал, ходил в линию, отдавал передачи, отрабатывал в защите. Предложений особых никаких не было. Ну, а можно было как-нибудь остаться всем вместе, стали бы вторыми? Ну, это же не от нас зависело, это зависело от ситуации в стране, в клубах и так далее. Ну, мне Сережа Рутенко говорил о том, что вы вырвали такое решение, пошли к председателю федерации, сказали, вы знаете, если нам будут платить какие-то небольшие минимальные деньги, мы вам гарантируем, что мы все остаемся и будем дальше пробиваться. Ну, это же не получилось. Но вы собирались, вы действительно хотели такую штуку? Вот я уже, если честно, я не помню, давно было. Не скажу на сто процентов конкретно. Ну, а вот вместе встречаетесь, собираетесь там на какие-нибудь встречи? Нет, видимся так вот, случайно, в основном так конкретно не собираемся. Вот с Сергеем мы сейчас часто видимся в маниже СКА, потому что у нас там Сворец тренируется, Сергей там тоже тренируется. С Ваней тоже от случая к случаю. Иногда Леша Жук приедет, так вместе собираемся. Ну, когда вы последний раз выпивали в такой теплой компании? В прошлом летом. Какой был повод? Встреча. Я же говорю, Жук приезжает, собирает. У нас тогда трое встретилось. Жук, Ваня Бровка. Маловато. Маловато, да. Ну, а если Серега Горбок вас соберет, тоже встретить? Ну, если позовет, встретимся, почему нет? Ну, всех, как бы, знаешь, обычно интересует вопрос, вот как вы относитесь к тому, что вот он ушел играть за россиян там. Потому что тогда он нужен был здесь. Наверное. Лично я отношусь, я не знаю всех вот этих вот течений, но я отношусь к этому нормально. Если он выбрал, значит, ему было так лучше. Ну, а вот ты бы сам смог, вот дали денег, уехал в Россию и продолжай играть. Ну, это зависит от конкретно, если бы я с этим столкнулся, думаю, что нет. Я бы, наверное, так не пошел бы. Ну, мне тоже кажется, что все-таки... Почему? Почему, Ваше? Ну, потому что я здесь родился, здесь вся моя семья. У Сергея, видно, есть какие-то еще российские корни, я так понимаю, и жена, Сиенко. То есть, ну, там, наверное, толкнуло что-то еще на его на это. Ну, на самом деле, у меня складывается такое впечатление, что ты бы скорее, наверное, пули в лоб тебе пустил, чем уехал. Знаешь, как раньше офицеры в кино? Ну, Вася, ты же теперь уже в Суворовском училище, когда, наверное, военные появились задатки, там, командирский голос. Я вполне, как бы, эту картину вижу, там, ты в майорских погонах сидишь, как долг чести. Я, кстати, в армию негоден, поэтому... Ты негоден в армию? Я негоден в армию, это и... Это невероятно. Человек, там, был капитан у нас сборной страны, и его не взяли в армию. Ну, капитаном я не был, да? Ну, видишь, мы тебя считаем, почему ты каким-то таким символом? Ну, я не был годен в университет физической культуры, что было странно. Приходилось как-то окольными путями попадать туда, учиться. Вася, мы же стесняемся спросить с Настей, собственно, что случилось, из-за чего ты не был годен. Пролапс метального клапана. Ты так говоришь, как будто мы... Это самое популярное, это еще в военкомате называют «пока мама кормит», ПМК. ПМК, там, в какой-то степени. Ну, это у большинства. У очень многих спортсменов, там, например, были нагрузки, потом резкий спад, ну, сбавление нагрузок, и клапан немножко оседает. Ну, это у большого количества людей. ПМК вот это. Ну, то есть, подожди, ПМК в армии, тебе нельзя, а значит, уноситься как лосю на тренировках можно, да? Ну, получается, да. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты как бы рискуешь с этим клапаном? Или это, в принципе... Нет, это не риск, мне разрешали тренироваться. Просто были такие законы, что нельзя поступать вот с этим диагнозом, например, в университет. Тренироваться можно, играть можно. Да, вас на улыбке как бы чарующий, ты нам это все сообщаешь. Ну, ребята, смотрите как, да? Так ничего в этом страшного нет, да. Ну, а кто здесь из тебя был такой самый удивительный человек на протяжении твоей спортивной карьеры, у которого было наибольшее количество травм? Кто-то тебя превосходил? Ну, я помню, в это время играл еще хоккеист, я в фейсболе читал. Вот, не помню, как его фамилия, он играл за ЦСКА. Старостенко? Вот, наверное, да. И вот у него, по-моему, там куча травм, я помню, интервью даже читал, о чем-то мы с ним похожи. И ты подумал, ничего, слушай, чувак, такая язва, это тоже как бы... Ну, да, но там у него более такие серьезные, у меня так оно понемножку, понемножку, и все к серьезному пришло. А у него там изначально серьезное, крестообразное, там что-то еще. Ну, вот это тяжело, наверное, с крестообразными, с такими серьезными травмами. У меня так понемножечку мениск, там где-то кусочек откололся, там еще мениск, ну и все дошло. Уже до серьезного, до отреза. Ну, вот мне кажется, что ты понимаешь, что как бы скоро-скоро, наверное, будет конец карьеры. Ты, наверное, раньше всех начал думать о подложении, о тренерстве. Так особо и не задумывался. Да, считал, что, скорее всего, стану тренером, потому что, ну, как-то чувствовал, что предрасположенность, наверное, какая-то есть. Но вот так вот конкретно об этом не задумывался. Все надеялся поиграть дольше, вот была цель до 30 лет, немножко не дотянул. Ну, полгода. Ну, а там уже, как оно случилось, так уже начал двигаться в этом направлении. А где ты конспекты брал или ты записывал последние тренировки какие-то? Конспекты у меня я одно время вел, когда тренировался у Спарта Капитоевича. В СКА записывал какие-то тренировки, свои ощущения. То есть ты после тренировки доставал тетрадку? Дневник вел, да. Ты один такой был, я надеюсь? Не знаю. Не знаю. Ты не признавался, да? А никто не интересовался, я вел и вел для себя. Мало ли, когда-нибудь прочитаю, там вспомню. И много ли таких тетрадок? Ну, две было. И сейчас тыми пользуешься? Ну, одну отдал Максиму Нехайчику и не могу никак ее... Позабудь об этом, да. В те времена, когда он был тренером Берестя Берестского, ну, где-то она у него. А так, в принципе, многое помнится с тренеровок. И в основном все детям даю, исходя из собственного опыта, из собственной практики. Ну, естественно, немножко усложняя, где-то что-то добавляя, убавляя. Ну, вообще, на самом деле, настоящий тренер он начинает с детей. Ну, наверное. А вот ты... Живем и видим. На данный момент не пожалел ни разу, что стал тренером? Нет, не пожалел. Мне очень нравится. Вот, положая руку на сердце, мне нравится. И особенно, когда дети еще маленькие, вот когда их только набираешь, это идет такая отдача, они, ну, сплошная искренность. Они к тебе со всей душой, и как-то это дает дополнительные силы. В каком возрасте ты вот их набираешь? Третий класс. Третий класс, это получается, ну, 9-10 лет. Ну, говорят, на Западе там тренируются чуть-чуть не из петели. Да, с детского сада. А ты сам как считаешь? Как, когда лучше? Ну, в плане отбора, то хорошо лучше, раньше отбирать. Потому что... Да, потому что футбол, баскетбол они отбирают раньше, и волейбол, по-моему, и многие хорошие ребята, которые могли бы пригодиться в гонболе, они уходят в другие виды спорта, их потом уже не затянуть. И они потом никогда не встретятся в метро, да. Ну, то есть они не хотят, потому что они уже привыкли к своему виду спорта. То есть, ну, получается, как бы, или кого не заметили, к нам идут, или какие-то остатки. Ну, ты знаешь, у нашей федерации, по-моему, есть направление, вот таких детей, там, я не знаю, начинают, может, с первого класса, может, еще со школы, там, с какой-то там... Почему бы нет? Это не обязательно должен быть гонбол в плане отбора. Просто набрать детей, тренер-то увидит, какие ребята, ну, могут стать, да. И тем более в маленьком возрасте там есть, да, определенный период, на который можно обратить внимание и увидеть их. Почему можно заниматься обычной ОФП, там, может, футбольчик, баскетбольчик, тот же гонбольчик, с облегченными правилами. Играть с детьми. Ну, вот эти дети, они очень похожи на вас? Я думаю, что ты помнишь примерно себя в то время. Чего они хотят вот сегодня, нынешние? Ой, ну, огромная разница с нашими временами, это появление всех этих гаджетов. Это вот прямо вот основная такая вот тенденция. А так разных хватает детей, похожих. Ну, бывает, что во время тренировки они говорят, тренер, стоп, мы сейчас сфоткаемся, да, и продолжим. А не, это же запрещено. Вначале там они бегают, ой, у меня телефон зазвонил, побежал в раздевалку. Говорит с мамой, не, ребят, запрещено, нельзя. Так после тренировки, до тренировки, во времени нельзя. А насколько серьезно мама и папа относятся к тому, что их дети играют в ганбол? То есть я знаю, что многие тащатся с удовольствием в футбол, в хоккей, там можно заработать. К ганболу какое отношение? Родители, в первую очередь, отдают, чтобы ребенок был здоровым и отлечь его от тех же гаджетов, от улицы, чтобы у ребенка было занятие. Это потом уже, вот, например, те же суворовцы, там родители уже более осознанно отдают детей. Ну, он, во-первых, отзанимался уже какое-то время, два-три года. И уже, ну, в другой вид спорта нет смысла отдавать, а в ганбол, если его берут, есть какие-то перспективы, может вырасти какой-то спортсмен. Целенаправленно вот так вот за деньгами, я думаю, что в ганбол не особо отдают, потому что в ганболе больших денег нет. Ну, а ты как детей, вот, как ты их стимулируешь на занятия? Какие-то, значит, там, закончилась тренировка, ты говоришь, вот дети, пройдут годы, научитесь хорошо играть. И у вас будет свой кофе в метро. Ну, естественно, что если ребенок разовьется в хорошего мастера, то, в принципе, нормальные деньги он заработает. Но это непоголовно, я имею в виду, что непоголовно все зарабатывают на большие деньги. Кто-то играет в одном клубе, кто-то в другом, он Сергей Рутенко играл в Барселоне. Ну, если станет Сергеем Рутенко, то, конечно, это хорошо. Ну, видимо, он главный персонаж, которого ты выставляешь, в общем, как говорится, вот ребята, смотрите. Ну, да, я тем более с Сергеем пообщался еще, будучи в школе, мы одноклассники. И я прекрасно помню, как он пробивался туда-наверх. Ну, ты расскажи, мы же его одноклассниками не были. Каким он был в школе? Он был очень целеустремленный. Это однозначно, он везде хотел быть первым. Ну, я всегда один пример привожу. Когда мы после тренировки Бенту тренировались, Ирика была у нас. И мы так сидели, взяли там по напитку и сидим за октябрем. Ну, и подъезжает там крутая машина, там, Land Rover, допустим, или там, Toyota Land Cruiser. Ну, и Сергей говорит, вот у меня через несколько лет будет такая машина. Мы такие, да, ты что, такая классная машина. Ну, и ты посмотришь, еще лучше будет. Ну, реально. Он знал. Он шел к своей цели, да. Он пришел в РЦО, я знаю, он позвонил сам, пришел, записался. И ему предоставили возможность стать тем, кем он стал. Все, что Вася, не позвонил-то в свое время. Почему ты не знал? Плыл по течению. Ну, на это здорово, когда приходит тебе мальчик и говорит, вон, видишь, того длинного за Минска, сейчас играет раньше, забрали за Барселону. Через 7 лет я буду на его месте. Ну, конечно, не в СКА, там, в Барселоне. Тебе такие встречаются дети, которые заранее знают, чего не хотят? Ну, вот так вот конкретно не говорят, но есть ребята очень уверенные в себе. Вот и у суворовцев есть, и у СКА у меня в группе есть. Ну, тут зависит от характера человека тоже. Ну, разные же бывают. Вот как мы идем по улице, разные люди встречаются, так и разные дети встречаются. Но отбираются в основном в группы те дети, которые, какая-то есть мотивация, какие-то есть цели, которые хотят стать спортсменами, у которых это может получиться. Ну, я надеюсь, что мы так отбираем. У нас еще не было ни одного выпуска. Мы не доводили еще до 11 класса. А может, есть какие-нибудь любимчики? Такие, у которых отмечаешь отдельно. Конечно, отмечаю. Для себя отмечаю. Я команду говорит, ну, конечно же, ваш любимчик. Нет, для себя отмечаю, но стараюсь это не афишировать. Любимчики в чем? То есть я знаю, наибольшая любимца – это чувак, который может вырасти двухметрового парня. Есть такой у нас парень, да, и не один. Но есть ребята, которые пониже, но очень сообразительно, очень быстрые. И я тоже на них надеюсь. Ну, ты им расскажешь о том, что Миша Якимович тоже не был сильно высоким парнем? Я рассказываю много чего, да. Был там выдающимся гонбалистом, одним из лучших в мире, как бы просто там прыгал, там невероятная сила бросок. Рассказываю все, что считаю нужным и что может им помочь. Ну, ты знаешь, я так понимаю, что у этих детей есть еще одно отличие от твоего поколения. То есть уже с раннего возраста можно выезжать на международные турниры. Я так понимаю, да? Нет, у нас уже тогда тоже была такая возможность. Ну, значит, это у нашего поколения не было. У нас был город Горький, там, я не знаю, это Москва, это уже был край Запорожья. А вот, как наши дети выглядят по сравнению с своими сверстниками оттуда? Ну, например, куда я съездил, мы были в Польше, в Прибалтике, то, в принципе, везде мы смотримся на уровне, скажем так. Везде показываем достойный результат хороший, там и победителем становились, там по первому году вторыми стали. На этом возрасте мы не отличаемся. Но хотелось бы еще съездить, поиграть с немцами, с какими-нибудь скандинавами. Вот это бы хотелось. Ну, с французами, конечно. Слушай, ну, говорят наоборот, что вот в младенчестве, ну, как достаточно, как бы, там, в юношеском возрасте наша команда, наоборот, всех, как бы, рвут, потому что их просто натаскивают на результат. А когда они вырастают до взрослых, то есть удивительно медуарфоза происходит, как бы, памятник, да, весы качнулись, как бы, и все. В Гонболе то же самое происходит. Ну, тут, скорее, дело в другом, тут дело в количестве людей, занимающихся Гонболом. Там, например, в Германии, вот, у нас есть Алексей Орлов такой, вот, он проезжал недавно из Германии, он работает там тренером, тоже детским. Он рассказывает систему, которая там. Им нужно пробиться в первую Бундеслигу по возрасту, по одному, например, в 2000 год. Они проходят серьезнейший отбор у себя в земле, там они делятся на сколько-то земель в Германии. Они проходят у себя в земле, потом в Германии, потом только попадают в эту Бундеслигу. Потом у них в Бундеслиге порядка 30 игр. Это представьте, сколько у них команд. Именно по одному возрасту. У нас по одному возрасту, ну, команды областей города Минска. В Минске, может, две команды на данный момент. Утска и Утска. Получается 8 команд. А там у них этих команд 60. А может и больше. По одному возрасту. И по-любому у них найдутся те ребята, которые талантливые, которые попадут потом в сборную. Вася, ну, представляешь, сколько у нас людей вообще занималось гонболом? Почему им все не идут детскими тренерами? Почему никто не едет на родину в какой-нибудь небольшой районный центр, не берется за своих ребят? Ну, наверное, дело понятно, в чем зарплата. Ну да, тренерская зарплата – это хит интернета. Да, да, да. Миллион триста, да? Миллион триста. Расскажи, миллион триста. А мы думали, даже полтора миллиона. Ну, там разные сведения. Как? Вот как? Нет, ну, такой зарплаты нет ни у кого. Даже такой? Ну, я могу сказать о нашем клубе. Нам Павел Владимирович помогает как может. То есть мы не на миллион триста живем. Мы получаем побольше. Ну, сколько, если не секрет? Зарабатывает там детский тренер, который работает в Минском СКА? Ну, я зарабатываю 6 миллионов. Ну, плюс у меня еще работа в Суворовском училище. Там я еще зарабатываю на полставке. Ну, то есть порядка восьми миллионов выходит. Ну, как она так довольна? Ну, художественные гимнасты, ты знаешь, они требовательные девушки. Ты же понимаешь? Да, они береги, да. И, в общем, там 8 миллионов для детского тренера, я скажу, это крутовато как бы, но может, как бы она скажет, Вась, ну, слушай, таксистом заработал бы больше. Ну, она у меня нормально это воспринимает. Ну, таксистом нет. Это уже пошло. То есть уже как бы не поешь, таксисты, ни за что. Жизнь покажет. Надеюсь, что нет. Вась, ну, ты же знаешь, как в советское время, в общем-то, любой детский тренер считал за, ну, ты закономерно как-то еще, подработать зарплате, там, как сегодня можно сделать? Талоны какие-то там, не знаю, прижать, там, что? Не знаю, может, у меня этой жилки нету, но я ничем не подрабатываю. Я занимаюсь чисто своей деятельностью. Ну, мне кажется, это же святые люди остаться, как бы. Либо те, которые раньше тренировали, либо вот мне очень нравится, что пришло там большое количество молодых ребят. Ну, опять же, им помогает Галкин, да? Да, да. А что делать как бы другим? То есть, наверное, надо быть просто таким фанатиком, чтобы поехать там в какой-нибудь небольшой белорусский город, сказать, я вот хочу здесь выразить. Ну, да, наверное, надо фанатикам и каким-то, и что-то иметь за плечами. Вот, как ты говоришь, дополнительную подработку. Потому что, действительно, выжать на эти деньги невозможно будет. Ну, надо, наверное, очень сильно любить гандбол. Ну, в том числе, да. За что вообще вот как бы можно любить гандбол? Считай там аудиторию твоих ног, и ты вот агитируешь за него там перед еще там 35 видами спорта. Ну, это сложно объяснить, но вот я как только пришел в гандбол, я прямо заболел этим. Ну, тут можно много чего провести. Это количество голов, это какое-то самовыражение, что ты сильнее кого-то, что ты там взаимодействие какие-то с партнером, что ты, может быть, умнее кого-то, игровее. Ну, как в любой игре. Почему людям нравится играть, а не бегать? Ну, в некоторых нам нравится бегать, но играть-то интереснее, чем просто бежать по кругу однотонно, монотонно. Ну да, можно хитрость свою проявить. Да, все-таки это большие эмоции, большие эмоции. Особенно если уже там в какой-то команде, когда полный зал, когда кто-то за тебя болеет, родственники, друзья, зрители. Это, ну, это непередаваемое ощущение. Это очень, ну, кайф ловишь от этого. Ну, нам они знакомы. Что ж, греха дает три капитана. Да, видишь, как ты, ты наверняка смотришь эти сюжеты про женскую команду. Да, смотришь. И какое у тебя мнение об этом все? Безобразие. Ну, очень интересная затея, новая для нашей страны и для гандбола вообще новая. Ну да. Да, то есть такого я нигде не встречал. Я его, во-первых, журналистов я не встречал нигде, чтобы вот так вот играли. Только Витяна. А так, ну, интересно посмотреть, что с этого получится. Кстати, воспользуясь случаем, хочу выразить такой респект вашей федерации гандбола за такой креативный подход и создание вот такой команды. Правда, нигде вообще аналогов нет просто. Ну да, я в первый раз такое слышал. Трудно найти поэтому противников. Никто не знает, что они хотят. Да, это не разумеется. Что они придумают дальше, как-то, если Беларусь... Новую струю открыли, да. Ну да, сошли с ума, наверное. Надя, а ты за что любишь гандбол-то? Ну, вот все вышеперечисленное. Вася, конечно, это все здорово. Но вот я для себя прочувствовала и почувствовала, за что я люблю гандбол. Это такое чувство полета все-таки. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Понимаю, да? Ну, в меньшей степени, чем угловой гандбол, который там летает регулярно. Ну, что, Вася, я хочу сказать на завершение нашей программы. Нам очень приятно, что именно гандбол пробивают. Гандбол получается такая тема, которую все искренне мечтают, когда большие спортсмены уходят тренировать, скажем, с самого начала. Ведь понятно, что далеко не все должны быть тренеры-мастеров. А если они будут тренеры-мастеров, гораздо лучше, если они начнут с детских групп и будут вместе с этими детьми вырастать. Когда придет команда мастеров, у них уже будет гигантский опыт. Так что, Вася, мы ждем, когда твоя команда, они уже чемпионы Беларуси? Ну, да. Ну, вот, когда наши чемпионы Беларуси станут такими чемпионами Европы по своему возрасту ближайшему. Будем стать... С вкраплением, видимо, каких-то других ребят, которые по Беларуси тренируются. Не чисто от твоей команды, но я надеюсь, что ты будешь главным тренером. Поживем, увидим, будем стараться, да. Иначе... Мементу море. Моментально. В море. Ясно? Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин